Good morning, pupils! Доброе утро, ребята! Let's start our lesson. Начинаем урок. Today at the lesson we will learn some new grammar about what's wrong. Сегодня на уроке мы с тобой выучим глагол to be и его формы в прошедшем времени. Open your student's book at page 60. Открой учебник, страница 60. Look at the table. Посмотри внимательно на грамматическую таблицу. Мы знакомимся с тобой с формами глагола to be в прошедшем времени. Это форма was, were, wasn't, weren't. Давай рассмотрим правила и вспомним, что обозначает глагол to be. Глагол to be обозначает быть, находиться, являться. Он используется как самостоятельный глагол в том случае, когда в русском языке глагол у нас отсутствует. В прошедшем времени он имеет две формы. В прошедшем времени он имеет две формы. Was для единственного числа. Был, была, было. И форма were, были во множественном числе. В настоящем времени мы используем глагол to be в трех видах. Am, is, are. Например, я дома. I am at home. Как сказать в прошедшем времени? Я был дома. I was at home. Прошедшее время глагола to be имеет две формы, как мы сказали. И форму was или wasn't, отрицание, мы используем с местоименениями. I, я. He, он. She, она. It, он, она, оно. Форму were, были или were not, сокращенно, weren't, не были, используем во множественном числе с местоименениями. We, мы, you, вы, they, они. Для того, чтобы образовать вопросительную форму, мы будем использовать сам глагол to be на первом месте. И нам не нужен никакой дополнительный глагол. После него у нас всегда будет стоять подлежащее местоимение или существительное. Давай рассмотрим примеры. Jane was at work this morning. Этим утром Jane была на работе. Глагол was – была. Jane was at work. Jane была на работе. Если я хочу сказать отрицание, то буду использовать форму was not – wasn't. Bob wasn't at the park yesterday. Боб не был в парке вчера. Если я задаю вопрос, то форма глагола was или were ставится перед подлежащим. Where was Tracy last night? Где была Tracy прошлой ночью? Посмотрим простейшие примеры, которые необходимо дополнить с глаголами was – был или were – были. Let's read the sentences and complete. Читаем предложение и вставляем пропущенное слово. Тонар был в кинотеатре в прошлое воскресенье. Почему я поставила глагол was? Потому что Тонар – это один человек, то есть единственное число. Helen and Damir were at school yesterday. Лена и Дамир были вчера в школе. Здесь говорится о двух лицах, поэтому используем форму множественного числа – ver. Серик вчера был на работе. Вчера она была очень грустной. Давай запомним выражение, которое необходимо знать, чтобы составлять предложение в прошедшем времени. Yesterday morning – вчерашним утром. Last Monday – в прошлый понедельник. Вместо слова Monday ты можешь подставлять любой день недели. И не только день недели, можно подставить слово day – last day. Можно подставить слово week – last week, то есть прошлая неделя. Last month – в прошлом месяце. Last year – в прошлом году. Last Saturday morning – в прошлое субботнее утро. Two days ago – два дня назад. Эти выражения являются индикаторами прошедшего времени. Запомним выражения, которые называются устойчивыми и употребляются с предлогом at. Например, At the park – в парке. At the cinema – в кинотеатре. At the gym – в спортзале. At the theater – в театре. At the zoo – в зоопарке. At the beach – на пляже. At the library – в библиотеке. At the home – дома. At school – в школе. Используй и запомни эти выражения, чтобы правильно составлять предложения в прошедшем времени. Выполни задание на формативное оценивание и используй все материалы данного урока. The lesson is over. Урок окончен. Goodbye. До свидания.